7 мая в Словацком районе завершился отопительный сезон. Подводя его итоги, зам главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения Анатолий Родин констатировал, сезон был тяжелый, но, несмотря на это, проходил стабильно, без серьезных аварийных ситуаций. Имели место локальные прорывы на теплотрассах, на сетях водоснабжения, но это все вследствие износа отдельных участков. Все нештатные ситуации, в основном, ликвидировались своевременно в установленные сроки. Относительно теплая зима благоприятствовала коммунальщикам. Температурный режим должным образом поддерживался в большинстве домов. Но несколько обращений от граждан, которые жаловались на холод в квартирах, все же поступало. Это были села Шостаково, ПМК-14, микрорайон деревни Стулова, поселок Огтябрьский и деревни Стулова. Но это вот именно отдельные были такие обращения. Но я еще раз скажу, что в целом, значит, самый температурный режим обеспечивался полностью. Сообщается, что на начало сезона все предприятия ЖКХ имели необходимый запас топлива. Но я раньше уже сказал, что сезон был очень тяжелым, так как администрации района принимались беспрецедентные меры по обеспечению каменным углем котельных МП ЖКХ поселка Вахруши. Для работы котельных села Валинска был поставлен даже торф, что дало время для решения вопросов по поставке каменного угля. Данная ситуация сложилась из-за зазворности МП ЖКХ поселка Вахруша перед основным поставщиком каменного угля для отопления котельных ООО «Вяткауголь», которая резко возросла вследствие, ну, как сказать, отказа, или, как выразиться, значит, неполучение из правительства области субсидий по разнице в топливе и по так называемому перетопу. И за 2-3 года, значит, сама задолженность за топливо, которая раньше была очень небольшой, и вопросы решались проще, резко увеличилась. Задолженность за поставленное топливо и электроэнергию резко возросла с 57 миллионов, это за 2018 год, до 73 миллионов 300 тысяч в текущем году. За каменный уголь 26,7 миллиона против 21,5, по дровам 4,9, против 7,9, ну, даже по дровам несколько снизилось. По газу также несколько незначительно увеличилось с 2,1 до 2,1 миллиона рублей вместо 1,9 по торфу увеличилось, но это за счет того, что вот мы торф, значит, сама приобретали для котельной МП ЖКХ поселка Вахруша. Ну и по электроэнергию задолженность составляла на 1 мая 33,7 миллиона рублей против 27,8 миллиона рублей. Из-за неоплаты поставки электроэнергии предприятием МП ЖКХ поселка Вахруша «Энергосбыт Плюс» подал заявление в арбитражный суд о признании организации банкротом. 8 мая было введено внешнее управление. В настоящее время администрация района принимает все меры для обеспечения коммунальными услугами, для решения этих вопросов в связи с данной ситуацией. Но мы, администрация руководства района, держат этот вопрос на контроле, меры принимаются. Как только заканчивается один отопительный сезон, сразу начинает готовиться к очередному. Анатолий Родин говорит, в этом году область средств на эти цели не выделит предприятиям, придется готовиться за счет собственных возможностей. Тарифная составляющая или за...